Крупнейший в Казахстане поставщик канцелярских товаров Абди ежегодно собирает самую бюджетную корзину школьника, чтобы назвать ее минимальную стоимость. В этот список входят канцелярские принадлежности, без которых невозможно просто обойтись в школе. С подробностями к эфиру присоединяется моя коллега Сабина Балашкина. Итак, Сабина, какие новости у тебя? Растан затронул сегодня еще несколько тем. Например, расскажу, сколько сейчас стоит обучение в частных школах. Крупнейший в Казахстане поставщик канцелярских товаров Абди подсчитал, сколько стоит минимальная корзина канцелярских принадлежностей школьника. Важно отметить, что за основу маркетологи взяли самые бюджетные цены. В список вошли 20 позиций. Это основные предметы, без которых невозможно обойтись в школе. Тетради, ручки, альбом для рисования, краски и так далее. В итоге минимальный набор для первоклассника обошелся в 5165 тенге. Если сравнивать с прошлым годом, то его стоимость упала на 9,6%. В 2023 аналогичная корзина стоила 5900 тенге. Для сравнения мы решили изучить цены известного маркетплейса, которым нередко пользуются казахстанские покупатели. Речь идет о Валбересе. За основу взяли самые дешевые товары. В итоге, чтобы собрать минимальную школьную корзину из 20 канцелярских принадлежностей, нужно не меньше 9000 тенге. Помимо канцтоваров, каждому школьнику нужна форма. Самые бюджетные варианты предлагают китайские производители. Но многие родители отказываются от такой формы из-за ненадлежащего качества. Форма – один из немногих видов школьных товаров, которую стараются выпускать в Казахстане. Однако поддержка отечественного производителя обходится недешево. Комплект для мальчика от казахстанского бренда Glassman стоит примерно 55 тысяч тенге. Сюда также входит одна пара обуви и две рубашки. Школьная форма для девочки еще дороже – почти 61 тысяча тенге. Тоже с одной парой обуви и двумя рубашками, но без сарафана. Также во многих школах требуют единую спортивную форму. Для этого понадобятся кроссовки, трико, футболка и мешок для спортивной одежды. Стоит такой комплект не дешевле 15 тысяч тенге. Далее расскажу, сколько стоит обучение в частных школах Казахстана. Сейчас таких насчитывается 700. Больше всего оплатных учебных заведений действуют в трех мегаполисах Алматы, Астане и Шимкенте. Стоимость обучения в них зависит от разных факторов и может доходить до нескольких миллионов тенге в год. Есть в регионах школы и более с бюджетной оплатой до 40 тысяч тенге в месяц. Итак, самое дорогое обучение в одном из частных учебных заведений в столице и Алматы. Здесь стоимость начинается почти от 7 миллионов тенге за год. Помимо учебной программы сюда входят питание и перекусы. В течение дня дополнительные занятия, канцелярские принадлежности для учеников, услуги Академии английского языка, а также служба безопасности и медицинский центр. Стоимость обучения в Шимкенте для учащихся с нулевого по четвертый класс 238 тысяч тенге в месяц. С пятого по одиннадцатый класс 261 тысяча тенге. В Таразе стоимость обучения в частной школе обойдется в 55 тысяч тенге в месяц. В Паладаре все частные школы начальные. За обучение там платят не меньше 120 тысяч тенге ежемесячно. В Кустанай обучение в частной средней школе обойдется в 60 тысяч тенге в месяц. В Актау цены начинаются от 70 тысяч. В Семее ежемесячное обучение стартует от 40 тысяч тенге. Есть частные школы, где цена превышает 100 тысяч тенге в месяц. И в завершение информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 479 тенге 16 иинов. Евро 523 тенге 52 тенге, рубль 5.31 и китайский юань 66 тенге 74 тенге. Арстан, до встречи в следующем информационном выпуске. Ну, как говорится о теме школьных покупок или покупки школьных принадлежностей, мы еще будем говорить в этом эфире. Спасибо. Сабина Балашкина была со своей рубрикой. Первая цифра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...